В эфире мир нации гид по мультикультурной жизни сибирской столицы. Сегодня в выпуске мы посетим консультативный совет, а также узнаем имена победителей конкурса журналистского мастерства силы единства. События в Махачкале и Дербенте потрясли Россию. Новосибирск не дожидается межэтнических столкновений, а действует на упреждение. Новую стратегию межэтнической политики в городе представил консультативный совет из представителей национально-культурных организаций, ученых-социологов и представителей власти. В любом случае нужно всегда собираться, потому что происходят некоторые события в Российской Федерации, которые тоже имеют отклик на все регионы. И мы должны понимать, что наша работа имеет огромное значение, огромную актуальность в том моменте, в котором мы сегодня находимся. И чем чаще мы встречаемся, чем чаще мы даже делаем отчеты, либо говорим о новых возможностях регулирования международных отношений, тем, наверное, лучше не только для властей, но и для того сообщества гражданского, которое проживает в нашем городе. Ныне во главе совета Максим Кудрявцев социологи рассказали мэру и его команде о положении межэтнических отношений в городе. Отмечается успех национально-культурных организаций в знакомстве горожан с культурами народов России. Здесь же вот сидят рядом представители всех этих национальных организаций, всех этих национальностей. Они сидят за соседним столом и я вижу уже в кулуарах без присутствия мэра, как руководители договариваются, как вот действовать, как действовать совместно, когда видят критические точки. Однако тема мигрантов традиционно остается острой. Статистика фиксирует рост недовольства местного населения приезжими рабочими. Поэтому их интеграция – одна из первостепенных задач для консультативного совета. Это только у нас первая встреча была с Новым миром. Я думаю, что она многообещающая. И видно, что к этому вопросу подходит очень серьезно. Это очень важно, потому что межнациональные вопросы для России можно поставить одним из первых мест. Уже после собрания представители национально-культурных организаций не спешат расходиться. Общины самостоятельно стараются договориться и развить полезные связи. Вот почему Новосибирск – город взаимовыгодного сосуществования народов. Семен Данильченко, Валерия Уразова, Мир Наций. Конкурс журналистского мастерства «Сила единства» проводится уже не первый раз. Профессиональные и начинающие авторы представили работы в двух номинациях – статья и видеосюжет. На этот раз тема межэтнических отношений, дружбы и важности традиций в конкурсных работах раскрылась как никогда ярко и многогранно. Несмотря на сложность темы, каждый сегодня отмечает ее значимость. Страна наша сейчас проходит очень непростое испытание. Поэтому сейчас как никогда важно уметь честно, искренне и откровенно говорить со своей аудиторией на такие непростые темы, как единство российской нации, наши духовно-нравственные ценности, традиции народов России, преемственность поколений. Для многих начинающих авторов работы в рамках конкурса стали первым опытом в попытке осмысления межэтнического вопроса и его острых болей. Конечно, я сейчас буду участвовать в этом конкурсе каждый год. Мне очень понравилось. Вообще, статьи я пишу разные, но именно по теме межнациональной. В этом году у меня вышло две статьи. Это первые такие статьи про межнациональные отношения. И я думаю, что я буду дальше развиваться в этом. Легкое волнение в зале и, наконец, долгожданный момент – объявление результатов. Названы имена четырех победителей и четырех призеров конкурса. Профессиональные журналисты и свободные авторы оценивались в разных категориях. Среди наград – дипломы, сертификаты участников и денежные призы. Если может быть что-то жизненно важное для страны и для общества, вот это такие конкурсы, как этот. Потому что я придерживаюсь мнения, что проблемы можно решать только честным путем. Нам дали возможность высказаться, нам дали возможность проявить свои эмоции и высказать свои мысли. Вот ценнее этого открытого пространства, на мой взгляд, нет ничего. Члены экспертной комиссии отмечают высокий уровень работ, а также их многогранность и уникальность. Мне показалось, и я хочу об этом заявить, о том, что все болевые точки, которые есть сегодня в межнациональных отношениях, они были представлены. Важной частью церемонии награждения стало живое обсуждение острых и актуальных проблем национального вопроса. Межкультурное сотрудничество, конвергенции языков, вопросы миграции – это малая часть тем, которые вызвали бурную дискуссию среди журналистов и приглашенных гостей. Национальная политика государства – это очень такая большая и сложная работа. Поэтому мы видим, что в обществе есть большой спрос на эту тему. И мы видим, что наши законодатели работают постоянно над этой темой, потому как ситуация меняется. Поэтому я думаю, что все идет поступательно, все у нас будет нормально. Конкурс проводился в три этапа. 24 июля на торжественном награждении были озвучены имена восьми победителей по номинациям «Статья» и «Видеосюжет». Работы победителей в номинации «Видеосюжет» на ваших экранах. Работы победителей в номинации «Видеосюжет» Работы победителей в номинации «Видеосюжет» Субтитры делал DimaTorzok В первую очередь, большая дружная семья. Вся суть нашей работы, нашей еврейской общины, нашего раввина, его супруги, меня в том числе, чтобы дотянуться на каждого еврея, который проживает в нашем городе и в нашей области, чтобы они просто знали свою традицию, свою культуру. В нашей общине есть много проектов. У нас есть свой еврейский детский сад, у нас есть своя еврейская школа, у нас есть социально важный проект «Лев на еврите — это сердце». Он направлен на именно интеграцию между обычными детьми и особенными детьми. У нас есть различные социальные программы, благотворительные программы, праздничные программы. Что такое вообще синагога? Синагога в переводе на русский язык означает «дом собрания». Это то место, где евреи собираются на протяжении всей своей истории. И мы призываем евреев, находим их, чтобы они приходили в свой дом. И в первую очередь для чего? Для того, чтобы пообщаться. Когда мы приводим евреев в синагогу, это можно сравнить, как маленький ребенок, когда он не хочет куда-то идти. Мы должны найти к нему подход, как взрослые, как родители, найти какие-то подходящие слова, и чтобы эти слова дошли до человека, зашли к нему прямо в сердце, и он потом тебе скажет спасибо. В любом случае. Мой любимый праздник, это, кстати, праздник Ханука. Это был тот праздник, который, можно сказать, привел меня в синагогу. Свой еврейский путь я начал около 15 лет назад. Я профессионально занимался спортом, хоккеем, и, в принципе, моя вся жизнь была связана со спортом. Но самое главное, я знал о своих еврейских корнях, я знал, что я еврей. После того, как я начал потихоньку прощаться с профессиональным спортом, и в моем родном городе, это город Усть-Каменогорск, восточно-казахстанская область, Казахстан, построилась синагога, мама моя вместе с моей бабушкой решили привезти меня. Я, конечно, долго думал об этом, стоит мне сюда идти, как, что, зачем, почему, но с еврейской мамой, и тем более бабушкой, спорить бесполезно. В тот момент, когда я зашел в синагогу, я услышал еврейскую музыку, которая прям дошла до глубины моего сердца, я понял, что это моё. Человек должен жить всегда при общине. Все проблемы, которые у человека случаются, они могут решиться в общине. Когда человек начинает жить еврейской жизнью, открывается еврейская душа, и он понимает, сколько ему нужно прочитать, сколько ему нужно выучить, сколько ему нужно осознать. Когда ты начинаешь свой еврейский путь, ты обязан иметь у себя наставника. Не всегда ты можешь найти ответы на интересующие тебя вопросы, поэтому ты обязан обращаться за этим к раввину. Я думаю, что самым трудным периодом, наверное, в жизни общины, когда община была без раввина и без синагоги. Очень важно, чтобы в каждой общине был духовный лидер, был обязательно раввин. Знаете, это можно сказать, как больница без врачей. Слава Богу, что в истории всей новосибирской общины всегда евреи молились в различных домах, на различных квартирах. Люди сами пекли мацу, такие пресные лепёшки, заворачивали их в наволочки, друг к другу носили, как-то заказывали их. И это дорогого стоит именно слышать, что раньше люди существовали без синагоги. У них не было духовного лидера, но тем не менее они соблюдали традиции и культуру, по крайней мере старались сделать это максимально. Отмечали еврейские праздники без духовного лидера. Не могу это называть своей работой, это мой образ жизни. У меня была довольно хорошая, радостная жизнь. И я пришёл в синагогу для того, чтобы сделать её ещё лучше. И вот именно когда я стал жить по-еврейски, когда я взял на себя еврейское имя Сендер, моя жизнь изменилась. На сегодняшний день, если бы мне кто-то сказал или спросил, что бы ты хотел изменить в своей жизни, я бы сказал, ничего. Я рад, что я могу чем-то помочь нашей общине. И также я очень рад, что община также помогает мне. Я думаю, что наша община в большей степени мне помогает больше, чем я ей. А это мне детям сделали подарок на 3 февраля. Это наши детки с еврейского детского садика. Они, кстати, из макаронов любили. Макароны приклеили, покрасили. Масштабный фестиваль «Ремёсел» на Каргатской земле прошёл в третий раз. Собрались мастера из Белоруссии, разных регионов России, фольклорные коллективы, люди, возрождающие культуру народов, живущих в Сибири. Такое наполнение, наполнение народного духа, народного творчества, народных традиций. И всё это сегодня живёт, вдохновляет зрителей, участников. Они сюда приезжают вот с такими открытыми сердцами. В ассамблее приняли участие более 400 человек. Мастера привезли с собой коллекции народной и стилизованной одежды, традиционные музыкальные инструменты, посуду, кукол. Многое изготавливали на месте, от деревянной скульптуры до поясов. Вот это взято с образца, но было цветовое решение другое. Здесь и фон, две нити разного цвета идут, меланжевый эффект. И нити узора я поставил тоже разного цвета. Вот это моё, вот это моё почтение. А если посмотреть, вот тоже, тоже примерно в этом же ключе решено. Вот гаютинская роспись, тоже достаточно новая, недавно с ней в том году познакомилась. То есть здесь тоже, вы видите, кажется, что это точечки, какие-то листочки. На самом деле здесь заложено большое смысловое значение. Потому что, да, вот если вы видите, точечки – это семянышки. Вот в центре цветочка, вот это семянышка. Семянышка у нас прорастает, появляется плод. Плод у нас созревает и рассыпает семена. То есть дальше продолжение идёт. В программе и фестивале множество мастер-классов по разным видам ремёсел. Здесь можно попробовать расписать шкатулку, испечь пряник, поработать с глиной. Конечно, за короткое время изучить можно только азы. Но это и нужно, чтобы попробовать, заинтересоваться и, вернувшись домой, начать заниматься тем или иным видом искусства по-настоящему. Работу участников ассамблеи оценивает жюри. Дипломы и подарки – приятное добавление к главному. Возможности поделиться своим искусством с коллегами из разных регионов и посетителями. Культуру своего народа здесь показывают по-разному. Можно бить в барабаны. Знакомить с народными играми и забавами. И угощать традиционными кушаниями. Меня свекровь учила. Она всегда говорила, никогда не делайте маленькие пирожки, делайте вот так. Чтобы пирожки были вот большие, крупные, чтобы было много начинки, чтобы человек мог почувствовать вкус. Почувствовать вкус народной культуры смогли несколько тысяч человек. Задача организаторов теперь – проанализировать, какие ремёсла удалось представить наиболее полно, какие начали забываться и готовиться к следующей ассамблее. Алексей Кудинов, Андрей Дулепов. Новость ОТС. Редактор субтитров А.Семкин